Продолжение следует... В соответствии с Конституцией и всеми международными законами защищать свою территорию, то оно режим террористов. Следующая фраза. Еще интереснее, когда господин Путин сказал, что цели спецоперации остаются неизменными, но тут же добавил, что они постоянно меняются. Как хотим, так и понимаем. Ну и третье. Вновь обвинение проклятого украинского режима за то, что он ставит памятники фашисту Бандере. Надо напомнить еще раз господину Путину, что Бандера был украинский националист. Каким бы он ни был плохим, но он не был фашистом. Иначе бы он не сидел всю войну, последнюю, Вторую мировую, в концлагере именно у немецких фашистов. Степан Бандера – выходец из верующей семьи. Он не является военным и не участвовал в военных операциях против украинцев. В отличие от Сталина, который убивал людей миллионами, в том числе россиян. Степан Бандера отсидел в немецком концлагере «Загзенхаузен» три года за провозглашение акта независимости Украины 30 июня 1941-го. А за отказ сотрудничать с немецкими оккупационными властями два родных брата Степана Бандеры были замучены в немецком концлагере «Аушвиц». Все за то, что боролись они за независимую, соборную и самостоятельную Украину. ОУН и УПА – это разные вещи. ОУН – организация украинских националистов, политическое формирование. УПА – Украинская повстанческая армия. Военное формирование. Освободительные силы Украины были разделены на два лагеря. Один из них возглавлял Андрей Мельник – кадровый военный, который еще во времена Первой мировой воевал на стороне Австрии против России. И мельниковцы действительно пользовались поддержкой немцев, но лишь в своих целях – покончить с коммунистической властью. Однако за идею создания независимой Украины фашисты упрятали Зекзенхаузен и Андрея Мельника. При этом его личность в Украине сегодня мало кем изучаема и возводима в ранг героев. Лидером второй части освободительного движения Украины был Степан Бандера. Но эта часть ОУН отбрасывала любое сотрудничество с гитлеровской властью. Именно бандеровцы яро отстаивали идею независимой Украины. И они составили костяк армии УПА. Деятельность УПА началась только по факту немецкой оккупации в 1942 году, то есть против Германии. А в этот момент Бандера уже был в немецком концлагере. Прежде чем бросать такие ярлыки о фашистующем Бандере, и прежде чем говорить, что это фашисты типа Бандеры, вы хоть биографию Бандеры, самую маленькую, в любой энциклопедии откройте и прочитайте. Мужик-то отсидел в концлагере Зекзенхаузен с июля 1941 года по декабрь 1944 года. Это в том самом Зекзенхаузене, где убили Якова Джугашвили. Какой фашист? Откуда фашист? Ведь как только Бандера объявили, правильно это называется, акт возрождения украинского государства. Как только Бандера в июле провозгласил акт возрождения украинского национального государства, он тут же оказался в концлагере и всю войну там просидел. Но когда немцы его выпустили, потому что им нужно было попробовать взять под себя УПА, украинская постанческая армия, которую мы тоже красим одной жирной черной краской. Они выпустили Бандеру в декабре 1944 года. И Бандер отказался сотрудничать с немцами. Как он мог сотрудничать? У него ведь два брата были уничтожены в Освенце, в концлагере. Задайтесь вопросом. Когда вы кричите, что Бандера – палач украинского народа, и чуть ли не всемирный палач, и чуть ли не самый кровавый палач времен Великой Отечественной войны, вы задайтесь вопросом. Где он это мог сделать? Нас кинули. Несмотря на коммунистические мифы, воины УПА имели свою форму, свое командование, свои отличия, идеологию и свои награды, среди которых шевроны с гербом и флагом Украины. Вопреки выдумкам советских историков, воины УПА принесли присягу только на верность Украине. Доказательств текста присяги множество как в печатных изданиях, так и в исторических документах. До недавнего времени находившихся под грифом секретности. В отличие от коммунистов, которые активно сотрудничали с нацистской Германией и поделили Европу пактом Молотова-Риббентропа, украинские националисты не заключали договоренностей ни с немецким, ни с советским оккупационным правительством. УПА не провела ни одного боя с регулярной армией СССР. А все спины, в которые могли стрелять украинцы, это были спины карателей НКВД, которые истребляли людей миллионами, а потом сжигали села. Уже давно известны факты, опубликованные СБУ, о том, что представители НКВД переодевались в форму воинов УПА, чтобы совершать провокации. То же самое нынешние сотрудники ФСБ России устраивают на востоке Украины. Известен факт, что партизаны Красной Армии, находившиеся в лесах Западной Украины, признавались в дневниках, что УПА воюет против немецкой армии за независимость Украины. Среди таковых наиболее известно свидетельство Семена Руднева. Наши около двух недель вели совместные бои с УПА против фашистов. Они нам говорят, мы украинские националисты, против немцев и Москвы за самостийную соборную украинскую державу. Потом начались переговоры, в результате которых националисты обещали не выступать против нас и дали нашим батальонам 4 мешка муки, мешок крупы, мешок сахара и ящик спичек. В УПА воевали люди разных национальностей. Белорусы, казахи, узбеки, татары, армяне, грузины, греки, евреи и, естественно, русские. Один из них, Владимир Черемашенцев, очевидец тех событий. Воевали у ПАС и с ним, ну, со всеми, кто был на Украину, и кто пришел на Украину не с добром. Советскими войсками не воевали, потому что это же в армии, что с ней сделаешь, она воюет. С Сенковидистами воевали. Я клятву дал любить Украину. Вот, я говорю, украинский народ. Я даже горжусь, когда меня называют Бандеровцем. Да, даже, да, Бандеровец. Кто-нибудь, не какой-то, понимаешь, за кого-то, а за Украину. Установленный факт, что большинство врачей в УПА были евреи, поэтому смешивать фашизм и украинский национализм – это все равно, что пытаться рассказывать своим зрителям о распятых мальчиках в Славянске или о применяемых украинской армией в фосфорных бомбах в Донецке. Бандеровцы не участвовали в так называемой «волынской резне». Эта страшная страница истории до этого момента исполнена множеством противоречий. Но пострадавшие в те времена народы – украинцы, белорусы, поляки, евреи – смогли примириться. А вот Россия, для которой невыгодны, сильные и стабильные соседние государства, постоянно продолжает подбрасывать дрова в топку истории. Мы не потерпим существование антироссии у наших границ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова